Как справляться с ожиданиями и разочарованием других людей по отношению к себе? Не создавать ожиданий не будет и разочарований. Это все равно, что вы подбрасываете камень вверх. Садхгуру, я подбросил камень вверх. Почему он приземлился мне на голову? Потому что так все устроено на этой планете. Если вам это не нравится, можете подкинуть камень вверх за пределами земной атмосферы, и он просто будет продолжать движение вверх. Здесь все устроено так. Если вы подбросите его вверх, он приземлится вам на голову. Нет? Вы как человек, раскладывающий пасьянс. Да? Это все равно, что пасьянс. Вы похожи на человека, который хочет проехать по улицам Мумбаи, ничего не зная о транспортном средстве, которым он управляет. Вы не умеете водить. Но вы сели в машину или на мотоцикл и пытаетесь ехать. С мотоциклом это совершенно невозможно. Вы сразу же упадете. С машиной чуть проще. Любой может привести ее в движение, ведь у нее четыре колеса. Если вы поедете, вы сразу же скажете, «Садхгуру, я веду машину, но я так боюсь». И люди каждый день умирают на дороге. Вот что произойдет. Если вы хотите водить, прежде чем вы поедете, сначала вам нужно потратить определенное время на то, чтобы научиться этому. Не так ли? Так же и здесь. Прежде чем начать свою жизнь, вам нужно какое-то время потратить на то, чтобы узнать побольше об этой машине. Не так ли? Как использовать это тело и ум? Как сделать так, чтобы они работали наилучшим образом? Разве не стоит потратить на это какое-то время? Нет, вы сразу же погрузились в жизнь. Если я создаю ожидания и испытываю разочарование, то очевидно, что эти ожидания нереалистичны. Не так ли? Если у меня не будет ожиданий, значит ли это, что я ничего не буду делать? Это не так. В любом случае, вы что-то будете делать. Не так ли? Даже пчелы, птицы, муравьи и слоны делают что-то. Не так ли? Разве они не делают то, что могут? И вы тоже можете. Вы можете делать то, что можете. Чего не можете, того не можете. Мы обучили вас иши-йоге, чтобы избавиться от всей остальной ерунды. Понимаете? Если вы можете смотреть на все вокруг вас одинаково, вы будете делать все, что можете. Если вы чего-то не можете сделать, вы этого не сделаете. В чем проблема? Так работает все мироздание, не так ли? Если попросить планету вращаться в обратном направлении, разве она сможет это сделать? Даже мать Земля не может этого сделать. Тогда в чем дело? Вы всего лишь маленькая ее часть. Не так ли? Земля вращается в эту сторону. Если завтра приказать ей вращаться в обратную, сможет ли она это сделать? Нет. Поэтому в чем проблема? Вы можете делать только то, что можете. Как только вы поймете это, вы сконцентрируете всю свою жизнь на том, чтобы увеличить ваши способности совершать деятельность, а не на том, чтобы тратить время на глупые ожидания. Жизнь происходит так, а не иначе не потому, что вы этого хотите, а потому, что у вас есть определенные возможности. Но вместо того, чтобы увеличивать свои возможности, вы тратите время на глупые ожидания по отношению к себе. Вместо того, чтобы тратить время на невыполнимые ожидания, потратьте его на то, чтобы увеличить возможности вот этого. Вы можете сделать столько, насколько способны. Разве вы можете сделать что-то большее? Может ли кто-нибудь делать больше своих возможностей? Нет. Но ваши способности могут быть увеличены. Вы создаете ожидания, не развивая своих способностей. Это по своей сути неправильно. Не так ли? Нет. Это неправильно по своей сути. Не так ли? Я хочу пробежать 100 метров за 7 секунд. Вы не должны об этом беспокоиться. Развивайте свои ноги, свои легкие и просто бегите. Кто знает, возможно, вы пробежите за 6 секунд. Почему вас так волнует время? Просто сделайте ваши ноги настолько сильными, насколько это возможно. И бегите. Наслаждаясь бегом. Мы не знаем, за сколько вы пробежите. За 21 минуту. Не тратьте свою жизнь на ожидания. Потому что эти ожидания даже не ваши. Вы смотрите на своего соседа и создаете ожидания по отношению к себе. Так жить очень глупо. Потому что эти ожидания даже не ваши. Не так ли? Человеческий ум таков, что... Предположим, в Бумбаи у всех только одна нога. А у вас их две. Но у всех только одна. И все передвигаются, прыгая на одной ноге. Вы бы тоже двигались, как они. Хотя у вас их и две. Потому что вы строите свои ожидания, глядя на людей вокруг вас. В ожиданиях нет необходимости. Просто расширяйте свои возможности, и мы сделаем все, что ситуация позволяет нам сделать. Это все, что вам нужно сделать. Привести свое тело и ум в такое состояние, чтобы вы могли использовать их на полную. Какая бы ситуация перед вами не возникла, вы действуете соответственно ситуации, а не как вам взбредет в голову. Выше. Мы создали особую форму образования. Она называется самскрыти. Дети не получают формального образования. Они изучают йогу, классическую музыку, классический танец, санскрит, английский язык, и боевые искусства. И все. Эти дети ничего не знают. Но если вы посмотрите на них, они такие, потому что мы учим их использовать все возможности своего тела и ума. Вы увидите, к тому времени, когда им исполнится 18, они станут просто феноменальными. Поэтому ваш успех в этом мире, в физическом мире, заключается лишь в том, насколько эффективно вы способны использовать свое тело и ум. В этом и кроется успех. Не так ли? Вот и все. Не правда ли? Вам необходимо лишь немного знаний. Все знания есть в интернете. Нет необходимости держать их в своей голове. Все есть в интернете. Если только вы не собираетесь заниматься какой-то определенной деятельностью. Если вы хотите накопить какие-то знания, вы можете это сделать. Но всю образовательную систему, прохождение которой сейчас занимает более 20 лет, можно вместить в 5-6 лет, если у человека есть умственные способности для этого. И любой человек. Практически любой человек, кроме тех, у кого какие-то нарушения, практически любой способен на это. Если только вы избавитесь от глубоких ожиданий, которые являются ограничивающим фактором. Потому что ваши ожидания таковы. Если кто-то делает что-то, вы хотите сделать на шаг больше. Даже если это ограничивает. Не создавайте ожидания. Работайте над своим телом и умом, чтобы быть в состоянии использовать их на поле. Мы не знаем, как вы будете их использовать. Что вы будете делать, должно зависеть от ситуации, в которой вы находитесь. Не так ли? Действия всегда должны зависеть от ситуации, не от вас. Если вы поймете это, тогда у вас не будет ожиданий. Вы просто будете делать то, что нужно. В определенной ситуации вы делаете то, что нужно. Вот и все. Если вы окажетесь в Мумбаи, вы будете изучать фондовый рынок. Окажетесь в каникумаре, будете учиться рыбачить. И то, и другое вы будете делать хорошо. И так, где бы вы ни находились. Вот и все. Не так ли? Субтитры создавал DimaTorzok